Здравствуйте, дорогие ребята! Сегодня с вами я, Майлубаева Алмажан Нуржановна. Сегодня мы продолжаем изучение темы «Энергия будущего в Казахстане». Раздела «Казахстан в будущем», «Изобретение и энергия», «Морфология и афрография», «Синтаксис и пунктуация». Ребята, сегодня на уроке вы узнаете, какие источники энергии появятся в будущем, а также вы научитесь редактировать текст, участвовать в диалоге, обмениваться мнениями и определять тип речи. Ребята, урок я хочу начать с эмоционального настроя. Мы пришли сюда учиться, не лениться, а трудиться. Работаем старательно, слушаем внимательно. Ребята, как вы уже знаете, мы сегодня продолжаем тему. Поэтому я хочу предложить вам работу с текстом. Солнце дает Земле ежесекундно 80 000 миллиардов килобатт энергии, то есть в несколько раз больше, чем все электростанции мира. Самый обычный способ использования солнечной энергии – это темная емкость для воды. Темный цвет, аккумулируя солнечную энергию, превращает ее в тепловую. В результате вода нагревается. Для использования солнечной энергии применяют солнечные коллекторы. Это установки, которые собирают солнечное тепло, сохраняют и передают. Коллекторы могут применяться в промышленности, в сельском хозяйстве. Ребята, вы, наверное, заметили, что в тексте есть выделенные слова. Я не сомневаюсь, что вы знаете определение этих слов, но давайте закрепим ваши знания. Киловатт – это кратная единица от ватта единицы мощности системы измерения, обозначается КВД. С этим термином, ребята, вы встретитесь в седьмом классе на уроке физики. Аккумулировать – это собирать, накапливать и сосредотачивать. И коллектор – это устройство для сбора тепловой энергии солнца. Ребята, я хочу предложить вам выполнить практическое задание номер один. Определите, какие предложения соответствуют содержанию текста. Ответами «да» и «нет». Ребята, надеюсь, наши ответы совпали. Давайте проверим. А. Солнечная энергия относится к невосстанавливаемым источникам энергии. Ответ «нет». В. Солнце дает Земле меньше энергии, чем все электростанции мира. Ответ «нет». В. Энергию Солнца можно использовать для нагревания воды. Ответ «да». И последнее. Г. Солнечные коллекторы собирают, сохраняют и передают тепло. Ответ «да». Мы продолжаем работу над текстом. Я хочу вам предложить определить тип речи. А для этого я предлагаю вам таблицу в помощь. Давайте вспомним, какие типы речи бывают. 1. Описание. Это смысловой тип текста, в котором описываются признаки предметов, явлений, человека. Отвечаем на вопрос «какой». 2. Тип повествования. Это смысловой тип текста, в котором описываются события в определенной последовательности. Отвечают на вопрос «что делаем?». И третий тип – рассуждение. Это смысловой тип текста, в котором утверждается или же отрицается какое-то явление, факт, понятие. И отвечают на вопрос «почему». Ребята, надеюсь, что вы выбрали ответ повествования, потому что в этом тексте события происходят в определенной последовательности. И в основном отвечают на вопрос «что делает?». Ребята, я предлагаю вам следующее задание. Письменно выполняем. Спишите текст, вставьте пропущенные буквы. А теперь, ребята, сверьте свою работу с ключом ответа. Ребята, запомните, что ветроэнергетика – это направление альтернативной энергетики, основанной на использовании возобновляемого источника энергии, которым является ветер. А ветроэлектростанции – это устройство специальной конструкции, в которых энергия ветра преобразуется в электрическую. Ребята, для закрепления полученного материала я хочу вам предложить самостоятельную работу. Напишите сочинение от имени Солнца, которое одаривает людей своим теплом и светом. Опишите его действия и чувства. Вот и кончился урок. Он пошел, надеюсь, впрок. И, наконец, ребята, давайте проведем рефлексию. Выберите подходящую себе позицию. Я доволен своей работой на уроке. На уроке я работал неплохо. И на уроке мне было трудно. Ребята, спасибо всем за активное участие. До свидания и до новых встреч.